здоровеньки ребят вы на канале фурдмак ну что же мульты ст с глазами взрослых и я мать его скучаю по тем временам когда стс поставляла большое количество контента для детей и подростков потому что это и приключение джеки чана это иногда можно было посмотреть конь аниме ну иногда редко но чаще всего это для меня самое главное это детям луди чили или обидно черт поделись что стс во многом во многих случаях реально послал такую аудиторию помладше но давайте уж посмотрим на те замечательные времена поехали только представьте вам 13 лет через полчаса влачить свои кегли в школу от раннего подъема тебя подташнивает ты жуешь свой бутер с колбасой одним слившимся глазом смотришь угадай куда буди и его друзья приветствую сегодняшний видос хочет выдавить из вас все возможные капли ностальгии когда-то мы говорили о мультфильмах никелоден птнт теперь хочется поговорить о мультфильмах стс мы поговорим о тех мультиках которые лично я затирал до дыр в середине нулевых ну и собственно давайте начнем одним из самых частых гостей утреннего дневного блока на удивление был даже не том и джерри ауди вудпекер разумеется тогда ты не придавал значение происходящему балагану на экране да есть такой дятел буди которая досаждает собакам людям пеликанам такой но шир ты все равно не смотрел потому что он такой милый так клёво смеется надо это подбешивает и тогда он совсем потому что то что он творит это порой держись это все кланю к тому что на самом деле буди конченый говнюк иногда разумеется он герой спасает магазин от ограблений дают пащам мошенникам но иногда ты не понимаешь почему он так себя ведет из-за кого черт возьми болеть в одной части серии ему просто хочется дырявить дома или постройки просто потому что он дятел окей том и джерри мочили друг друга обоюдно один другого бесит а вторую попросту защищается но тут это абсолютно неоправданно какой-то серию чуть не отравил таблетками пса который просто защищал дом своего хозяина господь и могу а ну и даю ранней версии очень стремная блять пущий будешь то с тобой не так хоть стал милее выглядеть а то при зарождении в сороковых воде вообще был каким-то непропорциональным какие лапы и милый дубляж вуде говорящий голосом натальи гурза самоочарование ну и ну значит это есть лагерь окидоки но и помойка блин звук как из мусоропровода не очень комфортно знаете какой козел крадет шоу чили вилли о да этот козел показывает кто тут босс забавно что у чили вилли могло быть больше шансов стать звездой он миллиард раз смелее он более оправданно делает свои пакости потому что висячий морж вечно портит малину универсалом было насрать существовал еще один мульти назывался он шоу вуди вуд пекера чат а раз умер всего я была пару котят лицензионных с ним на самом деле очень даже неплохое шоу хотя вот мои самые любимые были кто-то мы попал был дятел вуди краски чили вилли кто-то еще по моему чья-то еще была колонка стоял с 99 теперь серии идут по полчаса и там появилась своя непрерывная линия с антагонистом лица черного пелик кастер вуди стал каким-то более безумным что ли клянусь я вижу как не он начинает косить зрачки короче анимация стала грязнее вы не стал каким-то пишет детишка принципе типичный мультик 90-х начала нулевых нравилось это главное мульт был длительным хитом даже игра была с катсценами где будешь чуть-чуть и режется мне в экран зато музыка клевая скуби-ду еще было немало пару лину скуби-ду по стс само собой хотя всегда удивлял в детстве что сначала идет ой мультик старый он внезапно резко следующая серия новый мультфильм что новенького скуби-ду назад я делал про него выпуск моих нулевых поэтому заострять внимание не буду мультик 60-х был обаятельным но что новенького скуби-ду гораздо крепче засел в голове правда непонятно зачем каждой серии при погоне от монстра нужно было пихать песни и я не знаю но тем не менее в целом это был хоть закольцованный но добротный мульта смысле давни 16 о бой есть еще один подзабытый обращение действительно гадкие детишки но зря очень даже заря тут энштейн иногда переводили как тут он хомочек явление довольно странная поскольку настоящий тут он скончался в возрасте 19 лет в то время как тут ему 10 минус 20 очков гриффиндору за незнание истории вообще мульт довольно прикольный он даже получил 2 анимационных эми 2004 мы седьмом гаммут реально шикарный такой приятно что-то поделиваем заодно познание знаете истории древнего египта но из-за одной такие типичные бытовые проблемы и сценарии из большинства мультиков кстати говоря там же у него сейчас еще будет ремейк будет конечно он странновато из-за своих более таких я не знаю очень уж таких округлый мультяшных форм больше напоминать и знаете такие мультики для дошкольников но посмотрим может ли будет хороший сценарий замес настолько просто лаконичен что они просто его запихнули в интро чтобы любой зритель который начинал смотреть сериал середины понимал что за микрофилии тут происходит и это работает мультфильма приятная анимация отличное звуковое сопровождение плюс все боги с которыми герои встречались на протяжении серии реально имели достоверную мифологию тем самым детевки могли побывать немного на уроке истории по древнему египту окей ну так ли сейчас забавная история девчонки которая тусует с гниющим трубаком пацана современный кинематограф готов поставить такому диагноз почему диагноз просто черт подели гарри портер сдох попал до небитаемый остров а его встретил загадочник он ёбнулся походу и решила сразиться с бэтменом сейчас это не кажется извращенством а даже как-то по-доброму у него рука отвалилась какая прелесть возможно это работало еще потому что мульт интертекстуален прикольное слово да и любую бытовую мелочь гипертрофированно превращали во вселенскую трагедию как например в серии где клео подхватила насморк не волнует не охранник а твоя болезнь подумаешь просто насморк увы ты скоро умрешь сворачиваемся сворачиваемся слишком страшно мульт завершился 2008 полным метром и в финале тутси фрутси остался тусить музее и стал заставлять этих ваших женщин танцевать перед ним может потанцию сейчас бы кое-какая каста съелся бы на этот мультфильм ладно не сказал бы пить он немножко за уши че там дальше приключения джеки че прикольный мультфильм по сей день одно интро просто хлыщет драйвом и задором центре действия джеки чан который вместе со своим дядей и племянницей джейд каждый раз отправляются в опасное приключение за какими-то китайскими талисманами каждый пультик конечно не шедевр но меня больше другой смущает что на западе многие вы считают кринжовым то есть реально когда его обозревал свое время с агерчиком по-моему да смотри по тунами то ли по какому-то еще такому сборнику мультфильмов и когда шла речь а джеки чан и все сразу же мнение мы об этом говорить не будем ну его нахер и серьезно почему вот так многие поносят нормально отличный мультфильм с хорошей до последний сезон так себе но первый действительно отличный драйвовые веселые раз чеки оставляет ее дома но она слушается джеки дерется с ниндзя регулярно кряхте плохой день плохой день дядя поет джейд возвращается вместе они надирают зад фан дюль в конце мудрый совет от джеки мульт по большей части создан американцами поэтому это вам не аниме и не манга скорее эдакий закос но стилистически безумно кислотный красивый со своим креативным экшеном но многих же волнует другой вопрос почему у нас по но почему этот парень вообще не похож на джеки чана ну ни капельки это забавно потому что интро навязчиво нам пытаются сказать что это джеки но это не он меня не проведешь а все знаете почему только не падайте его озвучивает не джеки чан актер джеймс си а еще у него нет племянницы и дяди волшебника до реальность сурово удивительно что джеки по сей день смотрится динамично и в миру смешно а советы джеки в конце местами действительно любопытные он рассказывает о своих трюках падениях любимой еде концу сериал конечно выдохся все талисманы были собраны главными злодеями стали какие-то гоблины которых разумеется изгнали ну и все стали дружить и не тужить как-то все притянут и скучно и даже ответа джеки стали какие-то ну мне особенно запомнились два музея один из них париж там много картин там висит мона лиза а другой музей тоже очень интересный в египте он совсем не такой как тот музей что в париже и там не висит мона лиза многие ответы какие-то за эти вынужденные что лиды и длинные волосы походу как этот фильм назывался где он снимался вместе с джетом ли вообще очень не хватает тех времен когда мульт соло появлялись у джеки чанов чака норриса и даже матью помыла андерсон с пули непробиваемыми сиськами а сейчас у нас что ах ты стэнли ах ты хитрый сукин покатливый сын светлой те память что кто ты уберите а у охотников за привидениями был свой соло сериал шикарным кто бы что не говорю что они не похожи на своих фильмобразчиков не похожи на беломюрре не на других актеров не надо на и круида похуй отличные прекрасные персонажи классной ситуации и до сих пор и великолепная заглавная тема приведениями но тогда смотреть его не мог уж слишком грязным и мыльным он был мультик будто рассыпался на наших глазах но шесть лет спустя после закрытия со счет разумыльный и когда такого ощущения не было странно с продолжение экстремальные охотники за приведения мультик уже выглядел и звучал в разы приятнее оригинала хоть и канон заметно нарушился нью-йорке не осталось призрака во все но почему канон нарушился по факту то продолжение то есть оригинальные охотники разбились то куда и гон стал заниматься продолжил кое-как заниматься всем этим сохраняя всех этих монстров поставь сообразной стражи в этой огромной ловушке и познакомился со студентами которые говорится пришли к нему там реально блин очень связан с оригинальными охотниками оригинальные охотники свалили на нормальной работы на их место пришли новички и как кстати появляется новая это дрянь в арсенале был смелость современный юмор внедрение компьютерной анимации и заглавная мелодия в рок-обработке вот это была мощь самый смех заключается в том что при всей своей крутости этот мультфильм умудряется быть в миллион раз правильнее политкорректнее чем ремейк 2016 года вместо четырех кривляющихся женщин шутящих про выпуки из вагины тут у нас афроамериканец хипстер инвалид и девушка неформалка возможно лесбуха вот этот наборчик давай ребят что-то поспешить да не сказал бы чуть поделить самое смешное что одно дело когда у вас просто хреновые персонажи вот реально сразу полная хрень ради политкорректность а другое дело когда у вас вот все они чертовски прописаны приятные персы и импонирует тебе вот за что реально мне не нравится оху охотницы за 2016 года что по факту они не какущие сами по себе то что во первых самый сюжет не особо завлекает и как отдельные личности эти самые охотницы они правда не какущие вообще шили лет на 20 но при этом каждый был безумно обаятелен и харизматичен если третий охотники возьмут что-то от этого мультфильма думаю мы все будем более чем счастливы и однако конце 90-х это мало кому пришлось по вкусу посему и сериал прожил ровно год и на первом же сезоне умер а жаль у стс в архивах было огромное количество мультиков про тома и джерри как и классические так и шоу тома и джерри который этот канал почему-то очень часто показывал не люблю это шоу там вообще не поэтому для чего вот это было это попытка в том чтобы сделать какой-то я не знаю аналог но не знаю найти где-то будет эти два будет то есть больше как-то дому и джерри смотрятся вот таких отдельных сериях отдельно таких мини сюжетах они в какие-то эти сборниках полчаса просто чтобы сделать такую сообразный сериал когда это казалось мило мультика короткометраж теперь трансформировали свое обаятельное шоу где появился новый персонаж мега унылый пес погонялом и пересматриваю сейчас этот мультик ты понимаешь насколько он беззубый все за что мы любим том и джерри черный жестокий юмор динамика и убой скатился к простенькой буфонаде теперь у джерри бабочка с томом они друганы если есть разногласия то в итоге они все равно объединяться ради победы над общим врагом градус безумия жестокости крашнулся в пол а перебивалась это историями о друппе который гипертрофировано умил настолько что какой-то момент у становится по-настоящему душной псиной лишь смахивающий на алишера усманова прожило шоу скажут друге сам по себе персонаж интересный и просто с ним нужен другой подход потому что в некоторых случаях он пиздец может быть смешным из-за своего двигать манере речи которые очень грустные и он не понимает почему все так с ним обращаются под него просто нужно писать определенный сюжет а вот эта попытка сделать из него вот что-то вот из аналога на уровне знаете скуби-ду или там и джерри нет не выйдет не получится а мы жили всего полгода и после 16 эпизода закрылась но очень странно что стс наглую показывали этот мультфильм чаще остальных но это терпимо диснея также было достаточно хотя да они же еще показывали тот самый отвратительный том и джерри а я не помню где его в чехе рисовали и тут очень жутких звуков очень сам сам по себе стремный буфонады он смелся к какой-то заистообразный хоро-рок что ли зачастую это были беззубые спин-офф оригинальных хитов но и были свои локальные образчики как например ким 5 плюсом вообще было плевать на этого рона на это зло но какая же черт возьми ким была горячей я более чем уверен что сериал продержался так да ладно вам отличный персаж и подели а ким но как но скажите ребят ну как не посмотреть на ну посмотрите киню замечательные усы вот кто себе не видел такие усы как у ким только потому что пацаны не могли оторвать глаз от ким а еще ее по сюжету в школе шеймили да вы издеваетесь разумеется детский по дать и я вообще не понимал по сюжету что ки ким шеймили в школе сука она во первых очень хорошо училась во вторых она черлидиша этих она красотка и в четвертых за что ее блять шеймить мозг фантазировал как бы в жизни выглядела эта рыжая красавица но в этом и был кайф поскольку в этом и суть непостижимого вожделия вы все испортили да и диснею и все испортили нет спасибо не надо господь мы живем во времена где скорее в кино адаптации даши путешественницы главной героине больше походит на порноактрису что вообще не так с этим мира оливер твист вот это я помню честно никогда не понимал зачем тут мульти вообще нужен он он никакущий черт поделее просто эти какущий тупо зверята бегают по great capital of britain и делал какие-то смешные типа вещи я правда не я не знаю что там такого пищного я никогда не особо не любил этот мультик особо его за главная тема на обще странный пипец что ли по кому там яйца прижали когда это пели эту песню знаете ты и чё дед блин я просто я не знаю я не понимал это пультфильм история сиротин от которым измывались приемные родители и слезы должны литься литрами оу камон теперь они животные их приключения вам окажутся безумно унылыми что уши вянут может тогда заглавные песенки одета не такая песклява как я помню все равно она звучит очень странно ну вот отсюда и зародилась фурия движения что-то как-то очень много трещима фурия помните подземелья драконов нет серьезно будет по данжу драгон скрутили по стс нихуя себе очень милый мультик 80 и пать его пропустил то что я его не видел ни разу по стс создавался под патронажем марвел внезапно группа подрощена ночью глуповатых садятся в аттракцион и фигак они в дураку арвал панов очень милый мультик 80 который создавался под патронажем марвел внезапно да группа подростков занощивых глуповатых садятся в аттракцион и фигак они в других костюмах и за ними гонится демона лошади а карлик дает им оружие этот мульт катастрофически нелепый даже с интро что-то не так он воплощение зла хранитель подземелья и ваш проводник в волшебном подземелье драконов и динтер пипец страды то есть просто я вам объясню сюжет а это название сериала чего кто еще так интро делает мотивы на удивление при всей своей кринжеват стеду очень добрый я бы сказал сочная фэнтези которая пропитана всеми клише восьмидесятых сейчас такого безумно не хватает в общем на пару серий порофлить наивная такой прядь нет я видел пару серий на по эстетски я будь разу не видел земель и драконов очень даже можно только не смотрите фильмы окей что зритель будь моим племя не фильмы смотри стоит только ради одного ради шикарных синих губ до никогда не забуду замечательного мускулистого лысика просто синий помадой как у джонни из 7 джоджи такой коридж блять трава я твоим лопакой очень мил о я обожал флиппера и лопаку кто бы что-нибудь он это пизда ты мульт реально приятный черт поделись и да хотелось узнать что же там в этом городе калипс а происходит не я не знаю мне нравился флиберова покадиться то что когда они там деле сюжеты с этими новыми персонажами которые там типа исследователи морские глубины и чего они там делают не особо зашел когда там этот третий перс появился по австралийский мультфильм о дружбе пацана с дельфином всякий пак стим строит чертов с пруд и продержался на эфире а шесть лет мульт очень атмосферный даже с какой-то завесой тайны ведь постепенно мы узнаем загадки затерянного города клепса плюс таинственной музыкой какой-то свой обаятельный шарм я даже игру купил с другой стороны экрана не дай профессору трой погубить квадса и остров и лока и полегче вообще-то 300 рублей за этот диск отдал вот да вот этот перс час меня никогда особо не вкатывал в эту тройку поставили и все было бы заебись это были по сути мини-игры иногда довольно странные например тут нужно не скатиться в лаву вот этот полигон и вот этот простор мне все хватит у меня какой-то мультяшный передоз начался вот не хватает этой хрени да и типа мне сейчас на стс нет а очень жаль так всегда было какое-то стремление прийти поскорее со школы и смотреть новые серии вот прям был какой-то дух авантюризма а после мульт блока начинались сериалы типа доктора кто сабрины и папа доктор кто по стс замечательной озвучкой . а что сейчас нынешние школьники могут посмотреть после школы мамочки уральские пельмени и не то все не то скучно все таки быть современным школьником лохи а вот нас ностальгирующих задротов полно поэтому пишите в комментариях какие мультики стс лично вас правили середине нулевых ну и составим свой dream список ну и как я мог забыть об этом мультфильме знаете мне много раз задавали тут в какой я долго думал размышлял об этом все гадал куда упадут стрелки лояльности все-таки решил я бы выбрал бой точно мы же забыли самое главное psts шоу wings и как мы не забыть про это блять пожалуйста снимите кто-нибудь порно адаптацию бинкс и пусть блум сыграть со пятер на руки ой суши нам уже хватило винкс от netflix и кринж мы с вами на одной волне вы подписывайтесь пальцы вверх и вот это вот вся шняга всем пока муа как швеевинг сходят с такой то ли это просто лучше не спрашивай чак лучше не спрашивать любом случае вот такое вот видео получилось ностальгично и мать его очень много вспомнил тех мультфильм в котором сам угорал возвращался школы включал какой-то главе наконец-то появилась это и нормальная спутника телевидение потому что нас особо такие каналы не крутили это было офигенно возвращаешься включаешь а у тебя там еще и птнт идут самые разнообразные мульты в никелодин губка боб черт поди арнольд про монстров мульты и тут еще черт подери по стс еще и галилео мать его доктор кто короче полное раздолье поэтому спасибо за замечательное детство и искренне мать его неуважение дезреспект за то что вы стс наделали с программой для детей и подростков серьезно это мать его позорище это все спасибо чаккину за такой материал респект поэтому поддержите обязательно автор оригинала подписка лайк не забывайте про колокольчик и спокойного ночи дружки пирожки